я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня будем готовить очень интересный соус это индокитайский чесночно-острый соус шезван он готовится из сушеного перца здесь у меня собрано очень большое количество сверх острых сортов сушеных также будем применять чеснок сахар соль оливковое масло соевый соус и винный уксус для соуса я взял 400 грамм сушеного сверх острого перца 200 грамм это у нас чеснок такой чесночок хорошенький дальше растительное масло растительного масла это оливковое 4 столовых ложки уксус 150 миллилитров сахар 4 столовых ложки соус тоже 4 столовых ложки и соль 1 столовая ложка для приготовления соуса нам придется весь перец залить кипятком и оставить его на 2 часа набухать сейчас мы немножко измельчим перец в объеме был меньше нам поменьше надо было использовать воды перец я буду измельчать в блендере я измельчаю сухим без воды без ничего он засыпал сейчас немножко измельчим его и засыпем какую-то емкость и заливаем кипятком вот у нас получился вот такой вот порошочек небольшим количеством потом будем измельчать его еще больше итак такое вот количество перца у нас получилось как кастрюлька здесь где-то это полтора литра литр полтора так сейчас будем заливать его кипятком заливаем так чтобы это два пальца покрыла сам перец вода подливаем еще можно было не измельчать перец замачивать его прямо в хлопьях мне не нравится когда потом сильно много воды остается добавим еще потом закипятим еще водички пускай водичка стоит когда перец разбухнет надо будет добавлять еще какое-то определенное количество сильно набухает пар идет во всем заливаем еще водички кипяточка надо хорошо хорошо размешать довольно насыщенный аромат какой с него идет хороший еще немножко такой соус может стоять довольно долго все зависит от того какое количество уксуса вы в него добавить у каждого есть дома сухой перец это рецепт я уже делаю не первый год очень вкусный хотя кастрюлю надо было чуть побольше взять ну какой запах я чесночку добавим вообще будет супер в этот соус можно еще добавлять лук я не люблю когда соус пахнет кабачковой икрой придает такой привкус за рубежом никто не знает что такое кабачковая икра кабачковая икра только у нас бывшем советском союзе больше никто делать кабачковую икру потому за рубежом считается великотесом вкус у нас это кабачковая и кастрюльки размеры соответственно увеличивается сейчас одной рукой не неудобно сейчас я залью потом покажу еще с кастрюлька я конечно не подрасчитал начал увеличиваться с такой скоростью я в основном делаю 100 150 грамм сухого перца беру в этот раз 400 когда 150 она не так сильно заметно как она увеличивается 400 сразу было заметно через полторы тех кастрюли я сначала приходит еще увеличится она прилично набухает и приличная масса масса будет увеличиваться потом мы добавим еще водички когда будем еще раз блендере после того как вот она спасает два часа мы еще все переработаем блендере соус идет весь полностью с семенами именно не выбирались добавляем еще воды почти полная кастрюля будет таком отказанки то в основном делаю в кастрюле у меня с нержавейки есть хорошая большая но сейчас залито приходится делать кастрюль соус можно делать разных консистенций какой какой вам нравится некоторые любят чтобы консистенция была вот такая вот сипас присмотреться сейчас я попробую паром видите более крупные частицы некоторые любят чтобы она была пастообразная соответственно надо будет ее разбить в блендере превратить в кашицу опять же вы можете сделать ее более жидкую либо чтобы она была такая вот у вас пастообразная густая вот видите как она воду кастрюля будет полная довольно сильно увеличится в размере 100 грамм не так сильно заметно 400 сразу видно перемешиваем перемешиваем вот видите раз все воды уже опять нет уже кастрюля можно сказать под края наши в этой кастрюли еще хотел набухнет еще больше будет надо мешать до тех пор пока она не покроет сверху сам перец ну еще немножко сейчас мы тут его а там уже когда в блендере измельчим мы там уже сможем добавить столько жительских сколько нам надо опять же добавляем только кипяченую воду потом уже обычно из-под крана есть гурманы которые говорят что надо добавлять только дистиллированную воду где же столько взять дистиллированной воды ты дистиллированная вода она сохраняет весь аромат надо где-то иметь самогонный аппарат смотрите сколько вот она какая-то кретит вот честно жиденькая сейчас еще чуть-чуть добавим воды сюда все накрываем крышечкой и оставляем ровно на два часа пока у нас будет набухать наш перец мы сейчас мелко порежем чесночок накрываем крышечкой и все пока настаивается наш перчик я измельчил чеснок чеснок надо обязательно резать такими вот кусочками ни в коем случае не измельчать его на блендере мы будем его обжаривать если измельчить его на блендере это будет сок он просто выпарится и соответственно ничего не останется нам надо чтобы у нас получились обжаренные кусочки ну как бы перчик вот такой консистенции в этом соусе очень много самого чеснока чеснок усилит вкус также в этот соус можно добавлять и специи по вкусу как бы не существует какого-то определенного рецепта что надо именно делать так в каждых регионах его делают с небольшими изменениями добавлениями я смотрел там одни добавлять специи одни не добавляют одни замочили в этом самом не измельчает на блендере одни применяют термообработку другие не применяют ну как бы большая часть вот я был на зарубежных сайтах делают именно так как я вам сейчас показываю итак у нас еще осталось полтора часа до завершения кастрюлика до завершения набухания и мы дальше приступим приготовлению соуса и так прошло два часа смотрите у нас набух перец горки даже сложить его как видите стой метод перцы разных цветов и шоколадные и обычные красные потому получился такой вот цветами темный так теперь нам надо будет добавить его всю блендер добавить и немножко водички и все это превратить в однородную массу такую кашицу но не было сильно густая почему потому сейчас будем еще этот перец варить если он будет сильно густой соответственно начнет пригорать так мы загружаемся в блендер добавляем немножко водички то что он сильно густой будем измельчать приготовления соус можно оставить либо вот такой вот консистенции это если вы будете хранить баночках думали было легко достать ложкой я буду готовить это все в бутылках и вот у меня будет вот такая вот консистенции эти густой густой какая высота у него запах конечно вероятно выбирайте либо такой если будете в бутылке почему потому что такой устой он просто напросто не вылится с бутылки и придется вам его вытряхивать и так закончил я измельчать в блендере вот у меня кастрюля эта кастрюля семилитровая где-то получилось около наверно около пяти литров где-то там вот такой вот стой соус ведь не жидкий это сейчас он еще будет проходить термообработку все что надо будет добавлять него водички чтобы не был сильно густой потому что будет пригорать к дну такое количество 1400 грамм так разогреваем масло выливаем сковородка масло хорошо нагрели его можно если у вас есть кастрюля сразу делать все в кастрюле так как у меня большое количество соуса все это дело кастрюлю не влезет теперь высыпаем чеснок и в течение двух-трех минут перемешиваем надо постоянно мешать если у вас растительного масла не хватает вы можете немножко добавить чеснок надо так обжарить чтобы не потемнел итак чеснок мы уже поджарили прошел термообработку такой стал мягкий мягкий запах у него пошел вовсю просто супер теперь этот чеснок мы загружаем в блендер добавим немножко туда соуса и все измельчим чесночок сейчас мы немножко добавим сюда соуса чтобы не такой сухой было хорошо хорошо измельчила так пока снимал видеоролик накрылась видеокамера так что теперь снимаю другой теперь чеснок измельченный выливаем этот самый соус ставим на огонь и доводим до кипения постоянно помешивать и так наш соус уже кипит течение пяти минут мы прикрутили его немножко теперь мы сюда добавляем соль высыпаем сахар камера высыпается и соус соевой все еще кипятим в течение 10-15 минут прошло 10 минут перед окончанием где-то минут за 10 мы вливаем уксус если хотите что соус стоял больше добавить больше все еще десять минут выбираем соус уже будет итак наш соус готов такой вот нас получился соус такой высоты у нас ты нет быть еще гуще 400 400 грамм сухого перца у нас получилось а 6 литров соуса такой красивый соус если вы хотите сделать заготовки примеру на зиму тут как только соус кипит берете стерилизованные баночки и заливаете и закатываете они где-то погребе там такого такой соус стоит чуть больше года если в банке закатанный а так это предел 4 месяцев так что готовьте такие соусы у себя дома